В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. Главная тема сегодня. Жаркие танцы закончились убийством. Кавалер ошибся партнершей. Сработали тихо, как машина прямо из двора уехала без хозяина. Осторожно, контрафакт. Даже дорогие магазины иногда не гарантируют качество. В производстве Рязанского МСО находится уголовное дело по факту гибели мужчины. Тело погибшего обнаружил местный участковый полномоченный. Даже на первый взгляд брошенный у обочины «шестерка» выглядело странно. Предположение, что хозяин авто просто уснул, не подтвердилось. Выяснилось, что ЧП произошло двумя днями ранее, 4 апреля, и виновен в нем приятель погибшего. Я очень испугался, потому что это был у меня хороший товарищ. Мы с ним общались всегда, у нас не было никаких конфликтов. Просто я впал в шоковое состояние. История началась с похода в гости. Погибшись, приятельницы решили навестить старого знакомого. Тот тоже был с дамой. Она-то и стала причиной ссоры. Гость настойчиво стал уделять знаки внимания хозяйке. А во время танцев при каждом удобном случае старался ухватить женщину за выдающиеся места. Мне это очень понравилось. Я его предупредил. На что он мне ответил, что не обращая внимания, то есть ничего страшного не происходит. Мы с ней знаем другого. Многие друзья. По словам задержанного, он буквально оторвал друга от своей дамы и несколько раз ударил мужчину по лицу. Тот, видимо, неудачно оступился, упал и ударился головой о дверной косяк. Он какое-то время как будто был в обмороке. Потом вроде как очнулся. Потому что я послушал, он весь пугался, начал кричать, прям паника началась. Потому что я никогда не мог думать, что в ходе там какого-то рукоприкладства вообще, можно сказать, нечего, но конфликта, получится такое происшествие. Подозреваемый вынес тело погибшего с дома, поместил в автомобиль последнего, и автомобиль он оттащил, то есть оттолкал в сторону, на расстоянии около 300 метров от дома. Логика задержанного железная. Он подумал, что товарищу срочно нужно на свежий воздух. Видимо, для этого убедил свидетелей помочь ему перетащить тело на заднее сиденье шестерки. Ключи оказались в замке зажигания, но завести автомобиль не получилось. За преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. В его биографии уже есть уголовный срок как раз за преступление против личности. Мы находимся на улице Новоселов 40А, которая несколько дней назад стала местом преступления. Выглянув в окно, Владимир не увидел автомобиля на привычном месте. Золотистый Infiniti FX35 уехал без хозяина. Я слышал от знакомых, что Infiniti очень часто угоняют. Как правило, недавно, месяц назад, в конце марта, был тоже угон. Седьмого года черный. В эту новостройку Владимир переехал три года назад. Все это время он и его соседи парковали машины в пределах двора или ближе к дороге. Полное взаимопонимание. С балкона пострадавшего прекрасно видно этот пятачок. Но в ночь угона 8 апреля его железная лошадка не издала ни звука, несмотря на наличие сигнализации. Угнали, что называется, без шума, без пыли. Правда, в одну из внешних видеокамер все-таки попали. В какую именно, пока тайна следствия. Я не конфликтный человек. Поэтому я даже не знаю, на кого подумать. Поэтому и не хочу даже думать. У меня все окружение очень хорошее. Продать машину сейчас очень сложно. Потому что рынок насыщен. Из особых примет наличие фаркопа 20-я резина, 4 выхлопные трубы сзади, немного помятая правая дверь и капот, небольшая трещина на лобовом стекле. Если вы стали свидетелем нелегального путешествия золотистого «Инфинити» FX35, обращайтесь в нашу редакцию по телефону 720020 или в ближайшее отделение полиции. Осторожно, контрафакт. Часто ли мы уберегаем себя от покупки товаров, чье место производства и качества оставляют желать лучшего? Ну и пусть не фирменный, зато дешевый. Сотрудники полиции напомнили продавцам таких товаров, что как раз им сэкономить не удастся. За 4 дня рейдов в Рязани области выявлено два десятка нарушений. Внимание оперативников привлекли торговые точки Клепиковского, Кораблинского, Рыбновского, Рязанского, Сапожковского, Сасовского и Спасского районов области. Изъято 750 единиц самых разнообразных товаров с признаками контрафактности. Ежедневно сотрудниками полиции выявляются факты незаконной реализации контрафактных изделий. Но данный процесс довольно долгий и протокол пишется не сразу. То есть пока продукция отправится на экспертизу, после этого приходит заключение экспертов. Первое место традиционно заняли нелицензионные DVD-диски, затем спортивная одежда и аксессуары. И, как ни странно, дополнили этот список 33 пачки сигарет. Они были изъяты в Сасовском районе. В России проблема контрафактной продукции стоит остро. Сотни интернет-магазинов торгуют копиями часов, сумок и телефонов известных мировых марок. В большинстве торговых точек от потребителей даже не скрывают, что предлагают всего лишь подделки под известные бренды. Максимум, что грозит владельцам, магазинчикам и продавцам – денежный штраф. Но пока товар востребован, эти незапланированные траты моментально окупаются. ГУВД Москвы неоднократно предлагала наказывать и за покупку поддельной продукции. Но принцип презумпции невиновности переплюнуть не удалось. Тем не менее потребитель должен понимать, что контрафактная продукция вредит не только честному бизнесу, но и самим потребителям, которые помимо сумок и костюмов покупают контрафактные детские вещи, игрушки и лекарства. 11 апреля десятки рязанцев стали свидетелями масштабных действий, развернувшихся на парковке Ледового дворца. Оказалось, сотрудники органов внутренних дел отрабатывали профессиональные навыки. Два! Удар на носик по вещи! В обратном положении! Три! Здесь обучаются подразделения действия при большом скоплении народа, слаженность, отработка действий при пресечении массовых беспорядков. Плечом к плечу, как единый организм. От слаженности действий зависит не только порядок, но и часто жизни самих сотрудников. В свете последних событий на Украине даже далекому от политики обывателю ясно, что иногда глаза полезно иметь и на затылке. Данные учения носили плановый характер и стали настоящим зрелищем для прохожих. Раз! 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 Его называли агентом 000. Он был жестоким убийцей, но находился под защитой милиции как главный стукач и работал сообщником из органов. Согласно документам, преступники побывали в доме знаменитой ясновидящей Марты с Голубой горы. Она предсказала маньяку проклятие и гибель. Шок – это слишком мягкое слово для описания состояния, в котором пребывала Латвия начало 80-х годов. Школьницы шли с занятий сплоченными группами, мужья встречали своих жен с поздних поездов, повсюду дежурили усиленные наряды милиции. В каждой подворотне законопослушным гражданам мерещился один из самых жестоких маньяков Советского Союза Станислав Рогалев. Своих жертв он душил тем, что попадалось под руку, а если девушка сильно сопротивлялась, бил ее резиновым шлангом, набитым песком, ломая кости. Иногда прибегал к более интеллигентному способу, подливал свой фирменный дурман в вино или ликер, которым щедро угощал очередную даму. Зелье действовало быстро и эффективно, лишало способности сопротивляться и, что особенно полезно, отбивало память. Одна женщина после такого угощения оказалась в психбольнице. Очень сложно было поймать по ряду причин. И вот 21 жертва это вот довольно, можно сказать, серьезный прокол правоохранительных органов, когда столько времени маньяк действовал и столько человек убил. Говорят, в милицию поступило неофициальное распоряжение живым маньяка не брать. Но так уж получилось, что задерживали его двое молодых сотрудников, которые о тайном приказе не знали или якобы не знали. Рогалев, конечно, пытался бежать, но когда услышал два выстрела в воздух, послушно лег на землю. В его квартире были найдены орудия преступления и вещдоки. Да и сам он охотно давал показания. Часто нападали на приезжих девчонок, женщин, те, кто приезжали в Прибалтику отдыхать. Когда люди шли где-то через лес, вроде как отдыхающие, чувствовали себя свободно, он один или вместе с напарником нападали на женщин, насиловали, грабили их. Ряде случаев дожидались, когда девушка и женщина выйдет из кафе. Преступник часто охотился в подъездах и сельских автобусах, обычно под вечер. Он не планировал заранее, куда поедет, и потом сам не мог понять, как оказался на данной станции или в лесу. Приметы преступника были известны, но кто он такой, было довольно сложно установить. Этому было логичное и циничное объяснение. Рогалев был важным осведомителем Алоиса Вазниса, начальника местного УГРО. Глицейский чиновник не раз спасал его шкуру. В награду за верность покровитель подбрасывал маньяку информацию об уголовных делах, признавшись в которых, его сочли бы сумасшедшим и, разумеется, не посадили. Кстати, действовал преступник очень часто не один, а с сообщником, который имел далеко не последние отношения к органам. Милицейское начальство его ценило. Еще бы, внимательный к деталям умел анализировать язык подвешен. Деньги у него водились всегда. А если что, звонил шефу. Тот меньше 50 рублей, немалые деньги по тем временам не давал. Станислав Рогалев родился в Латвии в 41-м году. Мать, староверка по имени Киликия, отец, поляк Ян, сгинул на войне, отступив вместе с Красной Армией. Мать бросила ребенка родственникам через 3 месяца после его рождения. Попала в тюрьму. В следующий раз сына она увидела лишь через 8 лет. 15 сын тоже сел за грабеж. До 80-го года он был 4-жды судим, причем одно обвинение было связано именно с изнасилованием. Но своим триумфом маньяк считал последние полтора года. 21 нападение на женщин, больше половины жертв погибли. Высокий, плечистый, вхож во все рижские кабаки, куда простому смертному было не попасть. Дамы клевали на него как сумасшедшие. Их интуиция молчала до того момента, когда вместо маски обаятельного ухажера показывался звериный оскал. Впрочем, среди его жертв есть и совершенно незнакомые женщины, которые случайно встречались на пути маньяка. Незадолго до ареста Рогалев с напарником украли в храме серебряный крест, который успели обменять на 500 пуль. Не исключено, что свои следующие преступления они планировали совершать серьезным оружием в руках. Поговаривали и небезосновательно, что убийца прекрасно знал подробности расследования. За его преступление, что тоже вполне в духе советской милиции, успели поплатиться другие преступники. Подвела самоуверенность. Он с детства страдал галлюцинациями, пил различные психотропные средства. И вот когда была убитая девушка, которая была в кафе, и ее видели с каким-то молодым человеком там, то правоохранительные органы провели после этого беспрецедентную, можно сказать, экспертную акцию. Они изъяли всю стеклянную тару. С каждого бокала и фужера пришлось снять отпечатки пальцев. И тут опять вопрос. Зачем? Рогалева в таких заведениях прекрасно знали. Милиция знала о его секретах. А бокал, в конце концов, мог оказаться с любого столика. Психиатрическая экспертиза под руководством профессора Шостаковича из Московского института имени Сербского признала Рогалева вменяемым. Адвокат пытался обжаловать это решение, утверждая, что во время войны Станислав с матерью попали в бомбежку и были засыпаны землей. А раскопаны только через несколько часов. Но все это не помогло. Его приговорили к смертной казни. И он как-то вел себя уже апатично. Все, но когда его везли на расстрел и в Ленинграде в аэропорту его пристегнутым наручниками сотрудники вели, он видел красивую девушку, он оживился. Если бы еще одну вот эту, я бы тогда и согласился свободно на высшую меру наказания. Итог подведем словами итальянского политика, писателя и философа 19 века Джузеппе Мадзини. Недостаточно не приносить вреда. Иногда нужно еще и помогать собратьям. На сегодня все. Удачи и до встречи в эфире. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА